Сэкономить на отпуске значит тщательно спланировать его заранее. С сегодняшнего дня до 1 мая можно купить путевку с максимальной выгодой. Ростуризм возобновляет туристический кэшбэк за отдых по России. По факту это продление первого этапа реализации программы 2022 года. Второй последует осенью. О том, куда уже сейчас можно отправиться, на каких условиях и как успеть забронировать тур, спросим гостя в студии. Сегодня это Иван Попельнюк, директор одного из туроператоров по внутреннему туризму. Здравствуйте, Иван. Добрый день. Удалось ли вам уже воспользоваться программой кэшбэка? Да, моя семья буквально на днях вернулась из своего путешествия по Краснодарскому краю. Ездили в Сочи, Адлер, Красная Поляна. А я сам приобрел горнолыжный тур в Шерегеш, в столицу горнолыжного спорта в Сибири. Это только предстоит путешествие? Да, буквально скоро. Вообще кэшбэк можно получить с каждой путевки? Это не одноразовая акция? Да, чем хороша эта программа, тем, что путешествие можно отправиться неоднократно. И это может быть не только путешествие, но и просто отель. И единственное, чем ограничено, что за одну транзакцию можно получить максимально 20 тысяч рублей кэшбэка. То есть не более 20% и не более чем 20 тысяч рублей, но лишь за одну транзакцию. А количество же путешествий не ограничено. Ну, это в любом случае приятный бонус. Программа кэшбэка была запущена, чтобы поддержать внутренний туризм. Один из самых доступных вариантов путешествий сейчас. Какие направления можно рассматривать? Что сейчас больше всего интересует? Вы знаете, наверное, в настоящее время наиболее интересны мы еще застали горнолыжный сезон. И помимо того, что сейчас горнолыжные отели и туры тоже уже идут со скидкой, потому что это уже конец горнолыжного сезона. И также сейчас нарастает экскурсионный уже сезон. И поэтому можно отправиться с удовольствием покататься на лыжах или в экскурсионную поездку. Здесь выбор, как всегда, большой. Но и наибольшей популярностью у нас пользуются это Санкт-Петербург, это Москва, это Казань, это Карелия. Традиционные такие лидеры? Да, традиционные лидеры. Какие регионы участвуют в программе кэшбэка? То есть это любой житель России может воспользоваться? Чем отличается эта программа от, допустим, первой и второй? То, что в ней принимают участие абсолютно все регионы Российской Федерации. То есть можно отправиться в путешествие в абсолютно любую точку страны. Вот интересный момент. Успеть купить тур нужно до 1 мая, а съездить в путешествие до 1 июля. Почему так? Потому что это все-таки программа стимулирования туристического спроса. И мы понимаем, что с 1 июля до конца августа это все-таки высокий сезон, это сезон отпусков. Там и без стимулирования туристический поток достаточно обширен. А для того, чтобы именно во вне сезона, весна и начало лета, стимулировать россиян на поездки по России, как раз и реализуется программа туристического кэшбэка. Ну вот сейчас активно уже покупают путевки? Вы знаете, активность уже нарастает, потому что можно даже судить о том, что она ведь была и досрочно прекращена 1 марта, потому что лимит выделенных средств был уже закончен. И сейчас выделили еще дополнительные средства для того, чтобы простимулировать поездки по России. Соответственно, да, конечно, это пользуется большим спросом. И уже порядка полутора миллионов россиян воспользовались этим кэшбэком и вернули внушительную сумму. Ну вот вы сказали, что это возобновление программы, условия остались прежними. Если да, давайте их напомним еще раз нашим зрителям. Да, условия остались прежними. Необходимо зарегистрированной в программе лояльности картой программы МИР оплатить путешествие на сайте. Путешествие должно быть продолжительностью не менее двух суток, соответственно, не менее двух ночевок. Это может быть либо просто путешествие, либо просто проживание в отеле. Также это может быть круиз и железнодорожный круиз, такое новое понятие. Соответственно, эти места размещения должны быть тоже классифицированы. Перечень этих мест размещения можно найти на сайте Ростуризма. И все эти путешествия саккумулированы на одном сайте, называется мирпутешествий.рф. Там достаточно большой выбор и путешествий, и средств размещения. И непосредственно там нужно и бронировать себе это путешествие. А в течение какого времени вернется кэшбэк? Вы знаете, в программе обозначено, что до пяти рабочих дней. Но по собственному опыту скажу, что это, как правило, два-три дня, и уже телефон пиликает с кэшбэком. Это такой приятный звук. Это с момента покупки. Да, с момента покупки, да. Очень приятный бонус. То есть по факту этими деньгами уже можно даже в путешествии пользоваться. Дополнительно, конечно. Для тех, кто сейчас покупает вне пляжный сезон. Вы уже говорили, что лидеры Петербург, Москва. Куда еще можно отправиться по России и в Белгородской области? Вы знаете, по России сейчас набирают популярности такие направления, как Нижний Новгород, допустим. Традиционно, это еще и Волгоград. Очень активную пиар-компанию ведет Тюменская область. Я надеюсь, что и к нам в Белгородскую область тоже будут приезжать. И, пользуясь этой программой кэшбэка, мы, со своей стороны, тоже подготовили несколько предложений для того, чтобы гости могли посмотреть нашу Белгородскую область и воспользоваться этой программой. Ну, на ваш взгляд, как сейчас будет развиваться внутренний туризм? Вы знаете, ведь программа кэшбэка – это не одна программа поддержки внутреннего туризма в России. И есть еще, например, такой проект, который называется «Больше, чем путешествия». Он реализуется тоже под патронажем правительства. Суть ее в том, что награждаются дети-победители различного уровня олимпиад и соревнований путевками по России. И в зависимости, там есть несколько категорий. Мы тоже участвуем в этой программе. И будем уже в скором времени встречать несколько групп, которые приедут смотреть нашу Белгородщину. И помимо путешествий, они еще и получат некие знания. Там в программе предусмотрена образовательная часть. Также сейчас рассматривается еще программа, так называемого, социального контракта для путешествий школьников по территории Белгородской области. Есть еще несколько направлений, которые тоже поддерживают, стимулируют спрос на туристическом рынке. Я думаю, что деваться нам некуда. Мы будем принимать их и будем сами отправлять и путешествовать по всей нашей необъятной родине. Скажите, какая-то общая информация о программах, которые сейчас назвали, где ее можно найти? В принципе, ее можно найти на сайте Ростуризма. Тоже все есть? Да, она отличный сайт, на самом деле ресурс, на котором можно найти практически все ответы, касающиеся путешествия по России. Спасибо вам, что так подробно все объяснили, что были в нашей студии. Желаем вам приятного путешествия, ну и чтобы границы наши расширялись, ситуация стабилизировалась. Благодарю. Будьте добры. Спасибо.